Здравствуйте, уважаемые зрители от Шулунова Дарья, и я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас с вами одна из любимейших процедур наращивания ногтей. Итак, мы имеем ручки моей клиентки, которая сама себе снимала предыдущие ногти и хорошенечко их поперепиливала. Ну, так получилось, были у нее небольшие финансовые трудности, некогда ей было прийти ко мне на коррекцию, поэтому она решила себе ручки поснимать. Первую руку сняла еще более-менее отлично, а вторая рука, ну, видимо, что-то пошло не так, ногти поперепиливала. Но эти перепины у нас срастут, ничего страшного, тем более они будут находиться под материалом, материал их укрепит, никаких сложностей с этим у нас не возникнет. Поэтому мы подготовили ноготочек, аккуратненько его подпилили только для того, чтобы снять глянец, никоим образом не пилили больше, отодвинули кутикулу, убрали птериги, нанесли праймер-базу и переходим непосредственно к моделированию. Подставили бумажные шаблоны, на которые выкладываем прозрачную подложечку, прозрачную подложечку из прозрачного геля, кстати, у нас просто сумасшедший прозрачный гель, в чем мы сейчас и убедимся, потому что мы будем делать прозрачные кончики френча. Будет очень красиво, очень нежный дизайн, очень нежные ногти, такие себе хрустальные туфельки, и вы никогда ни за что не угадаете, чем же занимаются эти ручки. Давайте вы сейчас в комментариях попробуйте угадать, чем эти ручки занимаются, а я вам в конце ролика дам на это ответ. В самом-самом конце, не перематывайте, смотрите внимательно, я скажу, чем же работают эти руки. У меня с этими руками действительно возникает ассоциация, что это хрустальные туфельки для золушки. Вот мы прям вот сделали девушке хрустальные золушкины туфельки. В любом случае, не отвлекаемся, наша задача из акрилатикой сейчас собрать удлинение. Нам нужно, чтобы это удлинение было на всю высоту готового ноготочка, чтобы у нас был четкий красивый бортик будущей линии улыбочки, чтобы у нас все было красивенько. Для этого мы его максимально корректно выкладываем, а после того, как просушили, еще и выпиливаем, чтобы никаких погрешностей в этой зоне у нас не было. Ну и, конечно же, мы, как и на всех руках, будем косячить. Ну, по-другому не бывает, в работе мастера косяки есть всегда. Вот, например, в данном случае косяком у меня получилась вот эта вот прокраска удлинения. На самом деле нужно было красить только верхнюю часть бортика максимум, а лучше вообще ничего не красить, потому что в данном случае вот этот вот гель, толщина белого геля, видно, осталась сквозь прозрачный кончик, смотрелась не очень эстетично, из-за этого нам пришлось все закрывать дизайном. Ну, в смысле не все, а вот эту вот не совсем аккуратную часть. Но благодаря этому у нас получился просто замечательнейший дизайн, очень красивая роспись, но к этому чуть-чуть попозже. Итак, мы нанесли, подчеркнули линию улыбки, как я сказала, лучше бы мы этого не делали. Далее мы взяли розовые голографические блестки, сделали контур ими и заполнили все пространство крупными шестигранными пайетками. У нас получился такой себе сборный блестящий кусочек кончика. Опять же, у нас блестки лежат неплотно, они лежат на прозрачной подложечке, сквозь блестки видно, насколько прозрачная у нас подложка. На этом, кстати, аквариум у нас закончился. В аквариуме это все. Дальше мы перекрываем его прозрачным гелем, выравниваем поверхность, достраиваем архитектуру и у нас получается готовый ноготок. Конечно же, всю эту красотищу несусветную нам осталось только попилить. Опиливаем изначально фрезой, снимаем явные излишки, далее допиливаемся пилочкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... перекрываем финишным покрытием и кайфуем как же круто у нас получилось при перекрытии конечно же наши блестки начинают играть начинают светиться сиять всеми цветами радуги и на это в принципе можно смотреть бесконечно на момент перекрытия ноготков кстати перекрываем в данном случае поскольку у нас кончик прозрачный перекрываем мы его сверху и изнутри для того чтобы показать полностью прозрачность материала потому что после перекрытия изнутри у нас вообще очень красиво получается но теперь молимся слава богу мы умеем рисовать и начинаем прятать все то что нам не нравится как я уже сказала вот это вот толщина белой линии смотрится не совсем аккуратно и вы можете в этом изменить и убедиться то есть когда мы смотрим ноготочки ровно сверху как мы смотрели при перекрытии финишем выглядит это все очень эстетично очень красиво но мы же в реальной жизни не смотрим на ногти статично мы заглядываем им в разные места так вот из-за того что у нас получился полностью прозрачный гель вот эти вот части которые не очень аккуратно получились их при определенном наклоне повороте ручки поэтому мы берем и вот эти все части которые у нас не очень эстетично получились зарисовываем в дизайн дизайн у нас сегодня китайская роспись плоская кисточка с ее помощью мы вырисовываем кучу мелких элементов меленькие цветочки закрываем все то что нас не устраивает при помощи тоненькой кисточки доводим какие-то небольшие усики веточки прорисовываем какие-то небольшие опять же на полосочки все это добавляет воздуха в наш дизайн и делает его еще более воздушным вот собственно говоря вот такие хрустальные туфельки у нас сегодня получились и в этом месте как я и обещала я вам говорю что эти ручки занимаются уборкой помещений они моют коридоры они моют окна они моют все до чего доберутся так что это действительно хрустальные туфельки для настоящей золушки